Процесс оформления российского гражданства легким не назовешь. Нужно и вид на жительство получить, и жилье найти, и работу, и подтвердить знания языка. Время натурализации занимает ни много ни мало 8 лет. Когда придет пора собирать документы, чтобы получить российский паспорт, вам непременно понадобится справка о доходах на гражданство РФ, требуемый уровень доходов. В законе о гражданстве РФ есть скупая строчка. Нужно представить подтверждение наличия законного источника средств к существованию. В самом деле, прежде чем принять в свои ряды очередного гражданина, страна имеет право знать, не станет ли он заниматься чем-нибудь незаконным, сможет ли себя обеспечить. Поэтому следует разобраться, какой должен быть доход для получения гражданства в России. Дело в том, что в самом законе нет прямого указания на сумму оплаты труда, но очевидно, что она не может быть меньше минимального размера, составляющего на январь 2021 года 12 792 рублей. В то же время существует еще один показатель для определения благосостояния народа, прожиточный минимум, он рассчитывается как в целом по стране, так и отдельно в разных регионах. Например, в Москве на начало 2021 года он составлял около 20 589 рублей. Кроме того, существуют отдельные показатели для разных категорий населения, работоспособных, пенсионеров и детей. Таким образом, минимальный годовой доход для получения гражданства РФ должен быть равен 12 прожиточным минимумам для каждого человека. А какое значение брать в расчет, зависит от региона проживания иностранца и состава его семьи. Если сотрудники миграционной службы требуют от ходатайствующего иностранца подтвердить наличие гораздо большей суммы, это требование не является законным и может быть обжаловано в вышестоящих. В инстанциях сообщите начальнику отдела или подайте документы в суд. Как подтвердить? Правила подтверждения доходов иностранными гражданами гласят, что в качестве доказательства могут быть приняты следующие документы Справка о доходах 2 НДФЛ, декларация по налогам. 3 НДФЛ, справка из банка о наличии вклада, справка о доходах лица на иждивении которого вы находитесь, пенсионное удостоверение, подтверждение получения алиментов, сведения из органов. 4 Соцзащита о выплате пособия, свидетельство о получении наследства. Инспектор миграционного органа может принять совокупность этих документов в качестве подтверждения необходимого уровня доходов, если вы, например, получаете алименты, имеете счет в банке и работаете. Наиболее распространенный способ подтверждения дохода гражданина – это справка о доходах. 2 НДФЛ. Если иностранный гражданин работает официально, проще всего будет представить форму 2 НДФЛ, которую по его запросу сделает бухгалтер. Разумеется, размер заработной платы не должен быть менее прожиточного минимума. К справке обычно прилагается трудовой договор или копия трудовой книжки. По российским законам имущество супругов находится в совместной собственности. Это значит, что если ваша вторая половина имеет российское гражданство и большую белую зарплату, можно воспользоваться справкой с ее места работы. Обратите внимание, всю сумму придется поделить на всех членов семьи, находящихся на иждивении работающего. Может возникнуть вопрос, как долго нужно проработать, чтобы подтвердить свой доход. Ведь человек мог какое-то время работать неофициально или поменять несколько мест работы. Часто инспекторы требуют сведения о зарплате за последний год. В тексте закона нет требования о получении дохода за какой-либо период предшествующей подачи документов. Речь идет лишь о наличии источника существования на момент обращения за гражданством. Поэтому, если гражданин проработал официально хотя бы 3 месяца, уже считается, что он работает постоянно, следовательно и зарплату получает постоянно. Однако эта ситуация немного похожа на обращение в банк за кредитом. Чем больше ваш стаж и ваш оклад, тем лучше. 3 НДФЛ. Возможно, иностранный гражданин нетрудоустроен, но имеет иные, не запрещенные законом, источники дохода. К примеру, продал квартиру или сдает ее в аренду. В этом случае он обязан возместить налог и заполнить специальный документ, налоговую декларацию. Это и есть справка о доходах 3 НДФЛ в орган ГУВМ МВД на гражданство. Причем учитываться должна общая сумма дохода, а не та, которая осталась после выплаты вами положенных 13%. Например, при прожиточном минимуме в 10 000 рублей необходимо показать 120 000 рублей дохода за последний год. Из них вы заплатите в казну 120 000 на 13% равно 15 600 рублей и получите желаемый документ с отметкой налоговой инспекции. В отличие от формы 2 НДФЛ, налоговая декларация не может быть подана в любое удобное для вас время. Существуют установленные законом сроки, в которые нужно отчитываться перед государством за полученный доход. К примеру, за проданную в 2020 году квартиру, находящуюся в вашей собственности менее трех лет, необходимо было заполнить и подать декларацию до 30 апреля 2021 года. Какие проблемы могут возникнуть? Сложности с подтверждением доходов могут возникнуть у иностранцев, которые трудоустроены неофициально или получают серую зарплату. К сожалению, это в нашей стране не такая уж и редкость. При невозможности получения, по крайней мере, одной из вышеупомянутых справок, следует позаботиться об ином способе подтверждения платежеспособности. Например, завести счет в банке. Или подумать о другом пути оформления гражданства. Так, участники программы переселения соотечественников не обязаны предоставлять подтверждение своих доходов. А узнать, на каких условиях можно получить гражданство РФ, можно здесь. Многие претенденты на гражданство сталкиваются с такими требованиями работников ГУВМ МВД. Банковский счет должен быть открыт за определенный срок до подачи заявления, например, за год. Сумма на счете должна быть такой, чтобы ежемесячно начисляемые проценты и составляли прожиточный минимум. Оба эти требования неправомерны. Сумму, необходимую для проживания, достаточно иметь на момент подачи заявления, то есть счет может быть совсем свежим. А размер вклада должен соответствовать 12-ти прожиточным минимумам на одного человека. И, конечно, после получения справки из банка этим вкладом можно пользоваться, ведь средства для того и предназначены. Проблемы могут возникнуть и в случае, если вы находитесь на иждивении человека, не являющегося вашим близким родственником или супругом. Даже если размер его зарплаты или иного вида доходов позволяет содержать вас, у сотрудников миграционной службы может возникнуть правомерный вопрос, почему он это делает и будет ли делать. Это впредь? Не исключено, что такой факт иждивения придется доказывать в судебном порядке. Справка о доходах. Какой она должна быть? Спонсор этого видео – Центр юридической помощи «Бастион», бесплатные юридические консультации круглосуточно. Телефон центра 8 800 555 67 55, добавочный номер 769. Адрес сайта указан в описании под видео. Ставьте лайки, если вам понравился этот выпуск. Подписывайтесь на канал. Поделитесь в соцсетях. Всем пока! Подписывайтесь на канал.